Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вкусно хранить здравый ум. Аминь. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам духа силы и любви и здравого ума. Это принадлежит вам во Христе. Здравый ум — часть вашего наследства, и вам нужно умело распознавать, что враждебно здравому уму, потому что ум — врата духа. Предположим, вы сидите в церкви, и пастор проповедует что-то, а вы мысленно говорите «Я в это не верю». Тогда то, что он проповедует, не может проникнуть в ваш дух, потому что ум отвергает это. Так нам нужно поступать с мыслями врага. Когда он что-то предлагает, ответьте «Я в это не верю», и это не сможет обосноваться в вас. Аминь. Мы говорили о том, что ум — это основное поле битвы дьявола. Он наносит удары на арене ума, потому что только там он искусен. А вера находится на арене духа. Она обитает в вашем духе. И дьявол хочет увести вас от веры, а потому пытается заманить вас на арену ума. Дьявол знает, когда вы подключены к вере, ему не победить. Ему никак не взять верх. Аминь. Что говорит слово? «Сия есть победа, победившая мир». Вера наша. То есть наша победа ждет проявления нашей веры. И когда враг хочет нас обокрасть, ему нужно увести нас от веры. Поэтому он старается затянуть нас на арену ума, создавая суматоху, сумятицу в мыслях. И нам нужно научиться противостоять этому, отвергать это, запрещать это в своей жизни. Аминь. Если дьяволу удастся удержать нас на арене ума, он сможет нас побить, потому что вера не обитает в уме. Она обитает в нашем духе. Однако ум должен быть приведен в согласие со словом. В согласие с верой, которая в духе. Чтобы вера могла беспрепятственно течь из духа. При неправильном мышлении, хотя у нас в сердце есть вера, она не сможет течь так, как должна, потому что ум, спорящий с ней, приводящий против нее доводы, не позволяющий ей течь, остановит поток веры. Обновляя же ум словом Божьим, мы приводим свои мысли в согласие со словом. Тогда мысли соглашаются с верой, которая в духе, и она может течь беспрепятственно. Аминь. Иисус научил нас, что делать, когда приходят неправильные мысли, когда в нашем уме звучит голос врага, обстоятельств, симптомов, любого противостояния, атакующего ум. В 4 главе Луки, во время искушения в пустыне, Иисус продемонстрировал нам свою политику поведения в отношении дьяволов. И вот в чем она заключалась. Написано. Иисус показал нам пример, как следует отвечать врагу. Отвечать на неправильные мысли. Невозможно перехитрить неправильные мысли. Невозможно одолеть неправильные мысли при помощи мыслей. С мыслями нужно бороться при помощи слова, отвечая им словом. Враг хочет захватить умственную жизнь. Как? Пытаясь внедрить неправильные мысли. Иисус отнял силы у начальств и властей. Единственная сила, оставшаяся у дьявола, это сила убеждения. Он просто предлагает что-то, но он не может это воплотить, не добившись вашего согласия. Аминь. Пару эпизодов назад я уже цитировала полюбившиеся мне слова Глории Копланд. Дьявол не может делать с вами все, что ему захочется и когда захочется. Если бы он мог, почему бы ему просто не сделать это? Зачем ему сначала обманывать вас? Видите ли, неправильное мышление пытается обманом увести вас от веры, которая в сердце, затягивая вас на арену ума. Враг хочет обманом увести вас от слова. Например, дьявол угрожает кому-то, ты потеряешь свой дом. Если он способен исполнить эту угрозу, почему бы ему просто это не сделать? Зачем ему вообще обсуждать это с вами? Зачем он пытается внедрить эту мысль? Потому что он не может ничего сделать, не добившись вашего согласия. Так что он пытается внедрить свои мысли. Чтобы уже вы наделили их своей властью. Ведь у дьявола нет власти над нами. Аминь. Итак, он пытается внедрить мысли в нашу умственную жизнь. Как узнать, что мы их приняли? Мы прокручиваем их снова и снова у себя в уме. Но то, что дьявол предлагает мысли, не значит, что мы обязаны их принять. Вот тут уместна агрессивность. Я тебя не впущу. Аминь. Зачем ему внушать нам неправильные мысли? Потому что мысли неправильно, мы будем верить неправильно. А вере неправильно, мы будем говорить неправильно. А получив наши неправильные слова, он сможет совершить неправильные действия против нашей жизни. Когда мы говорим правильные слова, их осуществляет Бог. А говоря неправильные слова, мы открываем дверь, чтобы враг мог их осуществить. Аминь. Все начинается с умственной жизни. Аминь. Знайте, будучи Детем Божьим, вы имеете абсолютную и полную власть над всем, что враг пытается сделать против вас. Стойте на своем. Не поддавайтесь на его уловки. Я уже упоминала 4 главу Луки. Там мы видим, как Иисус, исполненный Духом, возвратился от реки Иордан, где только что крестился у Иоанна Крестителя. В Луки 4.1 сказано, что Иисус, исполненный Духом, был поведен Духом. Куда? Он был поведен в пустыню для искушения. Не Бог искушал его, но Дух повел его туда, и враг искушал его. И Иисус проявил мастерство. Аминь. У нас есть пример. Он показал нам пример, как относиться к сезонам искушения. И я хочу поговорить с вами о сезонах. Потому что дьявол пытается внушить людям. Ну вот, видишь, ты ответил словом, и ничего не изменилось. Очевидно, у тебя недостаточная веры. Или твоя вера не работает. Слово не работает. Твоя власть не работает. Послушайте, Библия говорит, что Иисус был там сорок дней и сорок ночей. Когда Иисус в первый раз ответил врагу, дьявол не ушел. Хотя Иисус поступил правильно. Он ответил правильно. Потом пришло следующее искушение. Иисус снова поступил правильно. Но дьявол все равно не ушел. То, что он не уходит сразу, не значит, что вы поступаете неправильно. Бывает сезон искушений. Сезон противостояния. Просто продолжайте делать то, что правильно. Аминь. Не выходите на арену ума, думая, может быть, у меня недостаточно веры. Почему слово не работает? Видите ли, мы оплошно измеряем все течением времени. Послушайте, в вере незнаком календарь, в вере незнакомы часы, ей знакомо слово. Аминь. Это земной человек, знаком с календарем и часами, и неосмотрительно измеряет свою победу течением времени. Это оплошность. Это оплошность. Потому что вера укоренена в слове. И она отказывается колебаться. И в первый же раз, когда дьявол искушал его, Иисус поступил правильно. Он все сделал правильно. Но заметьте, он не сразу вышел из того сезона. Так что, как бы долго не длился сезон, просто каждый день продолжайте отвечать правильно, говорить правильно, мыслить правильно. Продолжайте питаться словом, держаться за слово. И не позволяйте часам или календарю поколебать вашу веру. Что сказано в евреям? Что мы верой и долготерпением наследуем обетование. Слово «долготерпение» относится к течению времени. Заметьте, верой и долготерпением мы наследуем обетование. Не только верой. Верой и долготерпением. Мне понравилось кое-что еще, что сестра Глория Коплан сказала много лет назад, и я взяла это на заметку. Без терпения вера сдастся. Терпение наделяет веру стойкостью. Она не остановится и переживет любое противостояние, потому что вы терпеливы. Аминь. Верой и долготерпением. Иисус противостоял. Он отвечал дьяволу в пустыне искушения. И дьявол не ушел сразу. Но Иисус был терпелив. Аминь. Он не начал сомневаться в Боге, в истинности Слова, в собственной вере, в том, что Он Сын Божий. Потому что дьявол постоянно говорил «Если ты Сын Божий». Он не сомневался в этом только потому, что дьявол не ушел, как только Он Ему ответил. Настоящая умелая вера не ждет, пока уйдет дьявол, чтобы наконец обрести покой. Настоящая вера спокойна прямо пред лицом противостояния, испытаний. Это победа. Это победа. Именно так поступил Иисус. Он просто стоял на Своем. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. То, что испытание затянулось, не значит, что Слово не работает. То, что испытание продолжается какое-то время, не значит, что у вас нет веры. Если вы рождены свыше, вера Божья внутри вас. Укрепляйте эту веру, питайте ее, используйте, тратите ее. Однако важно понять, что вера не бездонный источник. То есть, тратя веру, нужно и пополнять ее, постоянно питать ее. Аминь. Итак, если вы будете стоять на Своем и противостоять дьяволу, будь то долго или коротко, дьявол убежит от вас. Аминь. Он убежит. Так что не позволяйте течению времени заставлять вас сомневаться в Боге. Когда что-то идет не так, сомневайтесь в дьяволе. Верно? Не сомневайтесь в Боге. Не сомневайтесь в Слове. Дьявол достоин сомнения. Но не Бог. Аминь. Мы сомневаемся в дьяволе. Аминь. Иакова 4.7 Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, смотрите, и убежит. Но обратите внимание на первую часть этого стиха. Итак, покоритесь Богу. Ваша власть не будет полноценно работать, как должна, если вы находитесь вне воли Божьей. Люди часто не понимают, что самое безопасное место — это воля Божья. А значит, вам должно быть важно, что Бог говорит о вашей жизни. Если мы отклоняемся от Божьего плана, наша власть не работает как следует. Почему? Потому что мы не покорны Богу. Вот о чем сказано в Иакова 4.7. «Покоритесь Богу». А уже затем противостаньте. У вашей власти будут максимальные результаты, когда вы будете покорны Богу. Невозможно покориться Богу, не покоряясь Его боли, так? Не покоряясь Его плану для вашей жизни. У Него есть план для каждого из вас. И я вам скажу, это великий план. Откуда мы это знаем? Потому что Бог никогда не планировал ничего, что не было бы великим. Итак, воля Божья — это то место, где наша власть работает беспрепятственно. Поэтому, если какие-то проблемы не перестают вам досаждать, проверьте, согласились ли вы с волей Божьей для вашей жизни, исполняете ли вы ее, подчиняетесь ли вы Богу? Покоритесь Богу. Посмотрите, Бог не будет вас покорять. Вам самим нужно покориться. Это не Божья задача. Это наше дело — покориться, привести себя в согласие, подчиниться лидерству и руководству Божьего плана и Его воле для нашей жизни. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Часто люди противостоят и ничего словно не сдвигается с места, потому что они не соглашаются с волей Божьей. Например, человек говорит, «Я не знаю, воля ли Божья мне исцелиться». И когда он противостоит дьяволу, тот не уходит, потому что этот человек не покорился воле Божьей относительно исцеления. Понимаете? Вам понятен этот пример? То есть, дело не только в понимании и согласии с Его волей для вашей личной жизни, но и в согласии с Его записанной волей для всех Его детей, с Его общей волей. Слово — это Его воля для всех Его детей. А Дух Божий говорит вам конкретные вещи, относящиеся к вашей жизни. Например, Слово Божье говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Это сказано даятелю, который щедр в своем даянии, который жертвует неоднократно. Слово говорит, «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И одна из нужд любого человека — это дом. Так? Если вам нужен дом, верьте Богу о доме. Но что, если вы не верите, что Бог восполняет все ваши нужды? Вы думаете, «Я не уверен, что могу позволить себе дом, что Бог даст мне дом». И пытаясь противостоять этим мыслям сомнения, не будучи согласны со Словом, вы согласитесь с этими мыслями. «Возможно, для меня нет дома, нет Божьего обеспечения». Поэтому покоритесь Богу. Бог говорит, что Он восполнит всякую нужду вашу. Это для всех Его детей. Он говорит это всем своим жертвенным, щедрым детям. Но в Слове не сказано о том, какой дом. Такую конкретику дает Дух Святой. Поэтому нам нужно соглашаться не только с написанным Словом, но и с произнесенным Словом, о чем Дух Божий говорит с вами. Над чем Он работает в вашей жизни, согласитесь с этим. Согласитесь с тем, что Он говорит вам индивидуально и конкретно для вашей жизни. И противостаньте дьяволу, и он убежит. Согласитесь с написанным Словом, согласитесь с тем, что Дух Божий говорит конкретно вам, и тогда противостаньте. Здесь не сказано «противостаньте дьяволу и убежит». Здесь сказано «покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». Это взаимосвязанные вещи. Вот почему люди говорят. «Пастор Нэнси, я отвечаю тревожным мыслям, страху, я отвечаю на все угрозы, которыми враг атакует мой ум, но облегчение не приходит». Ну, проверьте, подчиняете ли вы свою умственную жизнь Богу, покоряетесь ли вы Ему и соглашаетесь ли вы с планом Божьим, с Его Словом, в согласии ли вы с этим. Каждый раз, когда мы не соглашаемся с Богом, мы оставляем открытую дверь для врага. Аминь. Знаете, когда мы стоим на Слове, когда мы в согласии с Богом, каждое нападение врага мы отразим, и он убежит. Мы не противостоим Ему своей силой. Мы во Христе и противостоим Ему той властью, которая принадлежит нам во Христе. Мы не делаем это человеческими усилиями. Мы делаем это, будучи во Христе. Аминь. В других переводах этого стиха сказано, что дьявол и все злые духи были полностью поражены. Они были сведены на нет, превращены в ничто. От них ничего не осталось. Аминь. А в предыдущей главе этого же послания, в Колоссянам 1, 13 сказано, «Избавившего нас». Посмотрите, это прошедшее время. Бог уже избавил нас. Мы не пытаемся избавиться. Если вы не знаете, как жить в том избавлении, которое вам уже принадлежит, вам может понадобиться чья-то помощь, чтобы кто-то возложил на вас руки и помог вам преодолеть определенное противостояние, благословил вас, помолился за вас. В этом нет ничего плохого. Но наступает момент, когда вы соглашаетесь со словом, «Погодите-ка, я уже избавлен». Аминь. Я уже избавлен. Бог уже избавил нас. Это свершившийся факт. Он уже избавил нас от власти тьмы. И уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Это значит, что мы больше не под властью дьявола. Он лишен всякой силы вредить нам. Если мы этого не знаем, то дьявол воспользуется нашим неведением, дающим ему доступ для действий против нас. Аминь. Мы больше не под властью царства дьявола. Мы теперь в Божьем царстве, под его властью. Аминь. Послушайте, когда Иисус отнял силы у начальств и властей, когда Он победил дьявола, Он сделал это не для себя. Он не был в рабстве у дьявола. Он сделал это для нас. Это мы были в рабстве. Аминь. Иисус сделал это для нас. Поэтому мы противостоим дьяволу не на основании чего-то, что сделали мы. Мы противостоим дьяволу на основании того, что сделал Иисус. На основании Его победы. Аминь. Мы не делаем это своими силами. Так часто люди думают, «Я недостаточно силен, чтобы пройти через это». Вы не противостоите Ему собственными силами, но на основании того, что сделал Иисус. Аминь. Как только человек рождается свыше, эта власть действует для него. Аминь. Не нужно ходить с Богом годами, прежде чем ваша власть начнет действовать для вас. Аминь. Победив дьявола и лишив его власти вредить нам, Иисус передал победу нам. Так что победа принадлежит нам, но не мы одержали ее. Иисус одержал ее для нас и передал нам. Аминь. И теперь нам важно понять, что мы не пытаемся победить дьявола. Тут многие заблуждаются, думая, что им нужно бороться с дьяволом. Я не призвана бороться с дьяволом. Вы не призваны сражаться с дьяволом. Иисус уже поразил его. Единственная борьба, которая нам поручена в слове, это подвязаться добрым подвигом веры. Если вы ввяжетесь в неправильную борьбу, это будет проигрышная борьба. Не вступайте в битву с беспокойством. Беспокойство вас побьет. Если вы попытаетесь бороться с ним на равных в своей умственной жизни, не вступайте в борьбу с беспокойством, со страхом. Не вступайте в борьбу с депрессией. Это не те битвы, в которых нам нужно сражаться. Нам следует подвязаться добрым подвигом веры. Что это значит? Мы понимаем, что Иисус одержал победу за нас. И не пытаемся одержать победу. А храним ее. Стоим в своей победе. Послушайте, Иисус предоставил нам основание, чтобы стоять в победе. Все, что нам противостоит, пытается сдвинуть нас с этого основания. Не покидайте свою победную позицию, территорию победы. Она вам принадлежит. Мы в победившей армии. Мы пользуемся победой, которую Иисус одержал для нас. Мы не пытаемся завоевать ее. Мы никогда сами не смогли бы победить врага. Вот почему Иисус пришел и победил его за нас. Мы не могли сами победить врага. Но Иисус одержал победу, а затем передал ее нам и сказал, «Я гарант этой победы. Применяйте эту победу. Провозглашайте ее. Заявляйте об этой власти, а я подкреплю ее силой, которой я победил врага. Сила, которой я победил врага, является гарантом того, что эта победа вам принадлежит. Провозглашайте ее, а моя сила вас поддержит. Аминь. Аллилуйя». Помните, что сказал Иисус? «Се даю вам власть». Луки 10, 19. Иисус сказал, «Се даю вам власть». «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Я хочу, чтобы вы кое-что осознали. Иисус сказал, «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов, потому что вам встретятся змеи и скорпионы». То, что у вас есть вера, не значит, что враг оставит вас в покое, он будет приходить. Но обратите внимание, что Иисус сказал делать, для чего нам власть, наступать на них. Что означает слово «наступать»? Я посмотрела это слово в словаре, оно также означает «перешагивать». Иисус говорит, «Я уполномочил вас перешагивать через все, что делает дьявол, и продолжать идти дальше». Вот что он имеет в виду. Зачем перешагивать через что-то, чтобы идти дальше? Но часто дьявол атакует, воздвигает препятствия на пути, и люди прямо перед ним останавливаются. Они застревают перед препятствием, ошибочно уделяя ему внимание. Остаются там и бесконечно борются с дьяволом. Вам не нужно бороться с дьяволом. Вы уполномочены перешагнуть через его стратегию и противостояние и пойти дальше. Зачем враг нам противостоит? Чтобы помешать нашему продвижению. Мы продвигаемся вперед, а он пытается нас остановить. Он пытается помешать нам двигаться вперед по плану Божьему. Он пытается остановить наше продвижение в том, для чего мы рождены, устраивая препятствия, чтобы сдержать наше развитие. Но мы уполномочены перешагнуть через них и продолжить идти вперед. Аминь! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.